Здравствуйте! В эфире последний в этом году выпуск спортивных новостей в студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт. Привет! Поздравлять всех с Новым годом и с новым счастьем мы еще будем, но чуть позже. Для начала мы подведем итоги уходящего 2019-го. Смотрим наш первый видеоматериал. Большой турнир, аналогов которого не было еще в Удмуртии. Первенство Европы подзюдо среди юношей и девушек до 23 лет. Это уровень, класс, шанс и опыт. Для нас это действительно большая честь и мы очень заинтересованы, чтобы в Удмуртии проходили международные соревнования такого уровня. Мы, конечно же, старались. У нас есть огромный запрос не только на дзюдо, но и на другие виды единоборств. И, конечно же, чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет – это серьезный стимул. Такой огромный побудительный мотив. Сотни волонтеров, организаторов, 235 спортсменов из 33 стран. И это все на удмуртской земле. Размах турнира потряс не только самих ижевчан, но и гостей соревнований. Это были потрясающие соревнования. Все было на очень высоком уровне. Еще одно масштабное событие – суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. За награды этого престижного старта в Воткинске и Ижевске боролись сильнейшие отечественные спортсмены, которые тоже были впечатлены и поражены уровнем организации. Это уникальное событие. Мы просто все удивлены. Мы даже не знаем, повторится ли такое когда-нибудь. То есть это блестящее мероприятие. Я вот присутствовал и в Воткинске. Там создали спортсменам. Ну просто, ну не знаю, шикарные условия. Шикарные условия были и на финале чемпионата России по зимним трековым автогонкам. Гостей по традиции принимала ледовая трасса Ижевского ипподрома. За главный титул боролись и местные гонщики, и гости из Москвы, Московской области, Тольятти, Казани. Все в один голос заявили. В Ижевске всегда запредельная поддержка трибун и крутой трек. Еще одно яркое событие уходящего года – международный слэч-хоккейный турнир «Калашников Кап». Удмуртия 10 лет назад стала первым регионом России, где начали развивать слэч-хоккей. А в этом году именно у нас появилась первая детская команда в стране по этому виду. Удмуртия очень хорошо представлена своими хоккеистами в национальной сборной команде. И кроме этого мы видим, что проводятся детские турниры. А что такое детские турниры? Это прежде всего тот резерв, который в ближайшем будущем наверняка и должен, и это случится, пополнит основной состав сборной команды страны. Поэтому все, что от нас зависит, мы будем делать, чтобы данные турниры проводились и чтобы традиция сохранялась. Впереди новый спортивный год, который тоже станет богат на соревнования разного уровня и, конечно же, на победы. Жизнь профессиональных спортсменов беспокойная. Часто Новый год приходится встречать не за семейным столом, а на трассах и огневых рубежах. Однако Новый год, где бы ни были спортсмены, остается Новым годом, главным и самым веселым праздником. Какие подарки получали и о каких мечтают тренеры и атлеты, мы расскажем прямо сейчас. К солнечной «Стремись на граде» пел Муслим Магомаев в известной песне. И победа, конечно, лучший подарок к Новому году, признаются участники юбилейной ижевской винтовки. Виктория Сливко, обладательница серебряной медали в индивидуальной гонке, мечтает выиграть путевку на кубок IBU. Мой подарок на Новый год будет, если я отберусь. А так я 30-го числа поеду домой в Тюмень и проведу Новый год с родителями. Лучший подарок – это книга, уверен министр спорта Удмуртий Александр Варшавский, хотя в детстве так не считал. Я выхожу во двор, моему товарищу говорит, а мне подарили пожарную машину, это, это, это. Я думаю, а чем мне хуже, почему Дедушка Мороз ему приносит столько подарков, а мне столько? Почему я должен свои подарки читать, а он будет свои ломать? Почему так получается? Сейчас я, конечно, счастлив. Книга – это самый лучший подарок. Максим Валикжанин неоднократно встречал Новый год на лыжне, турдески, кубки мира. Ради медали приходится идти на жертвы. А в Новом году Максим желает нам исполнение желаний и не бояться сделать шаг вперед к своей мечте. Пожелаю именно решиться всем, реализовать свои планы, которые ты задумал, но все никак не мог. Новый год, как раз он начинается. Это как раз вот начать что-то для себя, что ты не мог чем-то начать заниматься, но ты сделал. Поэтому сделал все просто, просто решиться на что-то новое. Присоединяемся к поздравлениям, здоровью, удачи, радости, счастья и благополучия. В Новом году пусть он будет активным и позитивным. А сейчас самые яркие спортивные мгновения 2019-го в нашем музыкальном видеоклипе. Субтитры сделал DimaTorzok В 2020 году постоянно болеете, но только на спортивных аренах. Новых побед и в жизни, и в спорте. Здоровья и счастья. С Новым годом! До встречи в эфире. Новым годом! Новым годом! Продолжение следует...